Осторожно, корь! Россиян предупреждают. Собираясь на отдых за рубеж, позаботьтесь не только о наличии загранпаспорта и подходящем гардеробе, но и о профилактических прививках. Иначе вы рискуете вместо впечатлений и сувениров привести опасное заболевание. С начала 2017 года в европейских странах наблюдается резкий подъем заболеваемости корью. Вспышки кори сейчас в Европе – это распространенное явление, потому что там присутствуют контингенты, которые не привиты против кори. На Украине ситуация неоднозначная, потому что они отказались от вакцинации против кори. Они перестали прививать вообще всех людей и сегодня имеют массу заболеваний, массу и смертельных случаев. Корью, которую мы привыкли считать детским заболеванием, заражаются и взрослые. Дети болеют чаще, но переносят легче. Но от детей заражаются непривитые взрослые. Взрослые намного тяжелее болеют, у них осложнение в виде менингита, в виде миокардита, то есть воспаление сердца, сердечная недостаточность. Заболевание почек на этом фоне развивается, вплоть до летального исхода. Характерная особенность кори – ее стремительное распространение. Корь – это самое контагиозное заболевание. Что значит контагиозное? Это значит, что оно передается в 100% случаев. То есть, если человек даже незначительно проконтактировал с заболевшим, и у него нет иммунитета, то он обязательно заболеет. То есть, 100% заболеваемость. Единственный способ гарантированно защитить себя и своих близких от кори – это профилактическая прививка. У нас, в соответствии с календарем прививок, у нас привиты все дети двукратно. Один раз в год и один раз в 6 лет прививаются против кори. Это бесплатно, постоянно. Взрослые у нас прививаются до 35 лет против кори. И еще сейчас недавно вышел у нас приказ, что декретированные контингенты, то есть те люди, которые имеют большой контакт с людьми, скажем так, они прививаются до 55 лет. Однако, в последние годы растет число граждан, отказывающихся от прививок. И это вызывает серьезную тревогу специалистов. Чем меньше людей вакцинировано, тем выше риск возникновения эпидемии. В последние годы стали регистрироваться такие вспышки в городах нашего ФМБА. Именно с корием это было связано. Там, именно в больших коллективах, большинство лиц не были привиты. Если попадет больной человек в среду, там, где есть непривитые люди, то будет пожар. Потому что у нас на сегодняшний день количество непривитых достаточно для того, чтобы могла случиться неприятная ситуация, ситуация заражения. Мы не защищены на 100%. На 100% уверенным в своей безопасности может быть только тот, кто прошел иммунизацию. Прививка – единственный и самый надежный способ защитить свое здоровье и жизнь.